в основном я прихожу к тому выводу что прежде всего нужно своим примером показывать это самое важное и второе чего не хватает это как правило мотивации я знаю что у большинства людей как раз проблема не с навыками не с чем-то таким вот знаете что человек не может научиться не можете а проблема с мотивацией то есть большинство людей теряет матери мотивации очень быстро или же не знают ради чего не в этом бизнесе они сдаются при первых каких-то сложностях при каких-то отказов вам честно скажу мне также неприятно получать отказ мне тоже не приятно иногда расстраиваюсь и вот это отношения понимаю что мне еще нужно очень многому научиться и вот как раз вот это обучаемость она я считаю что в нашем бизнесе очень важный момент то есть нужно понимать что нужно многому научиться. Поэтому сегодня хочу поговорить о мотивации. Мы сегодня не будем заполнять планировщик. Я надеюсь, кто уже заполнил планировщик, поставил цель. Отлично, это будет домашним заданием. Домашним заданием заполнил планировщик. Итак, из чего состоит мотивация? Есть какие-то варианты? Какие-то мысли? Из меч. Мечта. Цель. Желание. Желание. Зависть. Причины, зависть. Опыт каких-то прошлых, наверное, да? Настяжений или неудач. Это очень важно, да. Но есть такие понятия, да? Три вещи. Это желание, возможности и вера. Это вот, знаете, ну такая база, я их сейчас напишу. Первое — это желание. Второе — возможности. И третье — вера. Ну, давайте самое первое, наверное, самое главное — желание, да? Я бы хотел, чтобы мы поиграли в такую игру. Давайте напишем. Нет у нас времени писать 100 целей, да? Это хорошая тренировка. Я вам рекомендую сесть как-нибудь, выделить, ну, несколько часов и вот написать 100 целей. Вот некоторые думают, что это легко. Вот честно скажу, у меня не получилось сделать это. Хотя я уже до этого времени читал книги, уже посещал тренинги какие-то. У меня не получилось. Я написал более 50 целей. Причем это были такие вот, ну, даже абсурдные цели, мне показалось. Но, тем не менее, открыв через год этот листик, я понял, что большинство из них все-таки у меня получилось сделать. Поэтому это работает. Вот. Сейчас бы я хотел, чтобы вы написали 5 вещей, самых главных, которые вы хотели бы приобрести или получить, или купить, вот если бы вопрос в деньгах не стоял. Вот 5 самых важных вещей. Вот у кого есть ручка, записывайте. Может быть, телефон, может быть, планшет, кому удобно. Я думаю, минуты ровно это хватит, да? Многие из вас уже натренированы здесь. Многие писали уже подобные вещи. Поэтому вам будет проще. Но те люди, которые первый раз это пишут, это очень хороший такой вот... Это могут быть материальные вещи, могут быть нематериальные. Ну, так получается, ну, желательно, чтобы это были какие-то вещи, которые... Может, ты хочешь помочь родителям, я не знаю. Может, ты хочешь поехать путешествовать. Может, я как-то, да. Да, чего ты хочешь, если вопрос в деньгах вообще не стоял. Да, есть такой тренинг «Золотая рыбка». Мы были на обучении, о котором говорил Гриша. Это была школа младших менеджеров. И нам Генри Херман провел этот такой тренинг «Золотую рыбку». Очень, очень здорово ставить на место. И очень здорово ты переоцениваешь какие-то ценности в жизни. Ну, справились, да, уже? Не все, а с ним. Но в основном уже все справились. Теперь я бы хотел, чтобы вы написали буквально в одном предложении, может быть, там, два-три слова, как вы себя будете чувствовать, если у вас это будет. Вот если вы сможете это сделать, как вы себя будете чувствовать. Вот можете даже представить на какое-то мгновение, вот вы получили то, что вы написали. Как правило, в тех вещах, которые вы написали, есть что-то самое важное. Вот может быть что-то одно, от которого вы просто мандраж у вас по телу. Вот это вот вещь, которая действительно мотивирует. Я думаю, все написали, да, уже представили, написали, вот как вы себя будете чувствовать? Ну, а теперь представьте, что вы проводите встречу, и вам кто-то говорит, э, бизнес этот ерунда. Ну, какое у вас должно быть отношение, да, что, и вот из-за этого человека вы разве должны сойти с этого пути, со своего? Ну, я думаю, это вообще ничего не значит. Знаете, в нашем бизнесе, если вы приходите к человеку, если он изначально открыт, то, в принципе, он восприняет информацию. Если он изначально закрыт, с каким вы бизнесом к нему не пришли? Что бы вы ему не предложили? Проанализируйте себя, когда вы пришли в бизнес. Что самое важное? Скорее всего, вы были просто открыты, вы искали. Вот наша задача, знаете, вот представьте, что у вас есть лотерея, да, и вам устроитель лотереи сказал, вот тебе все лотерейные билеты. Вот, ну, завалили там вашу комнату всю, там, сколько их, я не знаю, миллион, наверное, этих билетов, и у вас есть возможность, в принципе, выиграть, правильно? Потому что только у вас эти билеты. То есть есть один билет, которым главный приз, джекпот. Вот ваша задача, в принципе, эти все билеты стереть там, да, или как, вот представьте, какая работа огромная, да? За 15 год. Нет, вы можете распределить, знаете, это как в нашем бизнесе. Вы можете распределить, вы можете год это делать, да? Вы можете сделать это, ну, мне кажется, ну, многие, наверное, сутками спать не будут, будут тереть эти билеты. Я бы уже родственников всех поставить. Ну, делиться, что ли? Ну, представляете, да, ну, в нашем бизнесе то же самое. Если кто-то сказал нет, ну, следующий. То есть это не тот билет, просто-напросто нам нужно найти тот билет, который джекпот, в котором джекпот, вот и все. Теперь я хочу, чтобы вы представили, если у вас этого не будет. Вот то, что вы написали, пять вещей, может, если вы выделили одну важную, супер. И вот как вы себя будете чувствовать, если вы этого не достигнете никогда? Что из-за того? Ну, шансов. Плохо? С чувством, что можно было. А можно было, да? То, что Гриша говорил. Буду жарить, что не скартанул потом, да? Вот потом буду жарить, что не скартанул вовремя и так далее. И, наверное, самый важный вопрос. Есть ли у вас возможность достичь, достичь то, что вы написали, ничего не меняя в жизни? Нет. Это легко проверить, вы просто можете отминусовать, там, пять лет назад или три года назад, а то помоложе. И что поменялось за это время? Знаете, иногда мы просто за счет нашей скорости жизни, мы настолько уже как-то привыкли к темпу жизни, что у нас нет времени просто сесть и как-то вот одуматься вообще, а к чему я иду? То, что я делаю, то, на что я трачу 12 часов в день некоторые, да? Вот я с Ксюха сегодня общался. К чему меня это приводит? Некоторые получают 250 гривен за эти 12 часов. Вы представляете, если мы 12 часов будем делать бизнес в день? Вы представляете, какие результаты будут? Ну, мне даже тяжело представить, да? Это будет огромный результат, если мы будем, пусть даже не 12, пусть даже 6 часов мы будем делать звонки и встречи. Это будет хороший результат. Вот, но, как правило, нет мотивации. Как правило, мы не понимаем, зачем. Мы ищем какие-то отмазки, мы ищем какие-то отговорки. Почему и как? И теперь я бы хотел спросить, есть у вас четкий план по достижению этих целей, которые вы написали? Размытый. Размытый, четкий план. Знаете, вот вчера у нас был тренинг для ГОУ-21 от Генрика Эрмона. Кстати, я вас всех поздравляю, наш спонсор Андрей Леденев стал золотым лидером организации. Супер. Действительно, это огромный уровень. Это очень приятно, что именно наш спонсор делает такие успехи. И есть у кого учиться. Есть за кемитик. Наш четкий план, на самом деле, раз уж мы говорим о бизнесе ЛР. Я про себя говорю. Я анализировал много. Было много постоянно какие-то мысли в голове. Я хочу открыть свой бизнес. Особенно, когда общаюсь с людьми, которые действительно ездят уже на хороших машинах, которые достигли больших успехов. И ты задумываешься, может, я не тем занимаюсь. Да, но когда реально начинаешь представлять, есть ли какие-то другие возможности? Я не знаю. У меня лично, я вижу, что на сегодняшний день компания ЛР и возможность ЛР, это просто отличная возможность. Может, не единственная. Конечно, если вы решили поменять свою жизнь, найти можно кучу других возможностей. Но возможность, я не знаю, будет ли у вас компания, или будет у вас свой бизнес, где вы могли бы в течение года, в нашем случае, когда гривна упала почти в два раза, не поднимать цены на продукт. Да, вы знаете, я занимаюсь у меня услуги, но тем не менее, я цены сейчас поднимаю. Потому что бензин подорожал, алкоголь подорожал, все подорожало. Да, хотя у меня такой бизнес, который большой процент уходит в сеть, можно сказать. То есть я зарабатываю большую часть, то есть у меня он не требует больших инвестиций, но тем не менее, цены нужно поднимать, потому что все дорожает. Компания ЛР нам не подняла цены, потому что у компании ЛР есть 30 других рынков, за счет которых она может, скажем так, сделать нам такую услугу. Потому что компания понимает, что у нас в Украине сейчас такое время. Поэтому я бы хотел, чтобы вы все пришли домой, открыли свою лестницу успеха, она у нас есть в концепции успеха, в презентации компании, в маркетинг-плане, и четко поставили себе цель. Через какое время, какой уровень я хочу. И чтобы вы договорились со своим спонсором. Понимаете, сейчас сентябрь, знаете, вот те люди, которые потрудились в прошлом месяце и потрудятся в этом месяце, в декабре мы будем их видеть на сцене и будем их признавать, потому что это будет новый 21%, может быть кто-то лидер организации. Потому что, знаете, осень – это золотое время для MLM. Если поанализировать, ну вот Андрей Витенев просто, я не знаю, он летом закрыл новый уровень, это очень-очень-очень здорово, но осень – это время, когда нужно очень здорово работать. И те, кто включатся в сентябре, именно сейчас, да, они потом будут пожинать плоды. Поэтому, друзья, я рекомендую вам встретиться со спонсором, кто еще не сделал. Взять планировщик, кто не знает, что это такое, спросите у спонсора, скачайте, распечатайте. Можно его, кстати, купить. Есть у нас, может, или уже закончилось? Закончилось. Ну, это не проблема, распечатать один листик. И четко спланируйте действия. И я хочу, чтобы вы сейчас себе написали, какое количество людей вы планируете привести на бизнес-день 21 сентября, который будет Днепропетровский. Лично. Я понимаю, что вы, у кого есть своя группа, уже тяжело планировать, сколько придет человек. Но за себя, каждый, я думаю, может написать цифру, сколько он с собой хочет привести людей. Можно написать новых. Новых, конечно, новых. Я не говорю, вот у тебя есть группа, да, сколько ты, то есть 5+, 10+, у кого-то 1+. Я не спрашиваю, будете вы на бизнес-дне или нет. Это глупый вопрос. Раз уж вы здесь, значит, наверное, вы понимаете важность бизнес-дня. Те, кто первый раз, может, вы что-то не понимаете, но бизнес-день, это, наверное, самое важное событие, на котором вы можете разобраться в этом бизнесе. И это такая основа бизнеса. Наш бизнес строится от бизнес-дня к бизнес-дню. Поэтому вот эту цифру, которую вы написали, я не буду спрашивать то, сколько писал. Вот, как правило, знаете, как это все работает? Мы ставим какие-то цели, толкиваясь от прошлого опыта, правильно? Как я могу написать 10+, если я 3 бизнес-дня уже приходил сам? Правильно? Но есть люди, которые привели не 10+, а больше на первый бизнес-день. Поэтому вот нужно, наверное, научиться как-то абстрагироваться от прошлого, а ставить себе действительно большие цели. Самооценка очень важна. Итак, все написали, да? Теперь важный, наверное, самый важный вопрос. Сколько у вас билетов на этот бизнес-день? Теперь посмотрите на ту цифру, которую вы поставили и посмотрите, сколько у вас билетов. И задумайтесь, в принципе, все ли правильно у вас там, все ли сходится. Потому что если вы сами еще не уверены, что вы идете туда, то я думаю, что, скорее всего, никто за вами не пойдет. Люди тут за уверенными людьми и я хочу, чтобы вы четко ставили цели, планы и чтобы на ваших презентациях люди чувствовали, что за вами можно идти. Если вы будете четко говорить свои цели, я вам не рекомендую на презентациях говорить только о деньгах. Говорите о развитии. Вот мы сегодня говорили с Ксюхой, да? Говорите, ну, о том, что вы приобрели в этом бизнесе. В этом бизнесе у нас есть, кроме того, что мы пользуемся качеством немецкой продукции, это уже классный результат. У нас есть еще развитие, да? Многие, я знаю, что многие начали читать книги как раз благодаря компании LR. Многие начали ездить на тренинги, на семинары благодаря компании LR. Почему же это нельзя продать? Ну, в кавычках продать. Почему нельзя людям на презентации говорить о том, что ты сюда приходишь не только ради денег, а для того, чтобы стать предпринимателем? У меня есть один парень, который со мной связался с Кривого Рога, и он говорит, ну, у него там был какой-то опыт, какой-то компания бинарная, не очень качественная, которая уже закрылась почти. Я говорю, пойми, ты сюда придешь, и, скорее всего, денег у тебя не будет, потому что в тех компаниях бинарных, наверное, быстрее люди начинают зарабатывать, но так же быстро они перестают зарабатывать, да? Вот, поэтому я говорю, рассчитывая на то, что год ты не будешь зарабатывать. То есть тебе придется много работать, но это будет опыт, и ты станешь предпринимателем за этот год, если ты будешь посещать все мероприятия, если ты будешь проводить встречи, действия. Да, может быть, у тебя будет доход, но ты станешь предпринимателем. И вот как раз, когда человек готов, ну, это классно, но этот парень, скорее всего, не готов, потому что мы договорились, встретиться в скайпе не получилось. Поэтому наша задача, вот, помните, да, стирать, стирать вот как раз эти цифры, искать свой джекпот, рано или поздно он найдется, вы найдете такого человека, как Андрей Харольский, да, может быть, как Андрей Веденьев, может быть, как Генри Херман, и вы скажете, вот он, вот, ради тебя я это все сделал, ради тебя я там выслушивал какие-то нет, ради тебя я писал там списки и так далее. Друзья, я хочу, чтобы вы себя четко ставили цели, чтобы вы ставили себе такие вот микроцели, чтобы вы своим спонсором распланировали вплоть до каждого дня, да, лучше ставить цель на месяц, да, вот как мы с Андреем сделали, потом распить ее помесячно, и, в смысле, по понедельной, вы будете связываться со спонсором и такой, чекпоинт ставить, да. Провел столько-то встреч, получилось, супер, молодец, не провел, нужно догнать, следующую неделю, значит, сделать больше. Основное, что мы должны делать, звонки, встречи, продавать билет. Ну, как бы, основное, правильно? В принципе, у меня все, я вам желаю успешно потрудиться, здорово потрудиться, включитесь на эти три недели, потому что этот бизнес-день может решить все. Действительно, очень большой, большую роль сыграет. Все, всем спасибо, друзья. Спасибо. 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 Продолжение следует...